всем привет с вами тет и сегодня у нас трех базовые аллыны три базы и вы думаете что это будет макро но нет это трех базовые аллын еще раз напоминаю именно аллен да то есть основная цель сегодняшнего ролика это научиться выходить правильно в три базы то запомните я вам в каждом ролике даю какую-то главную цель которую вы научитесь делать и важно понимать что вы тренируете и вы не пытаетесь победить этим всем вы пытаетесь научиться чувствовать что вот вы выхожу в три база я это одну могу я умею я так буду делать вот кстати кто не видел в предложечке сейчас видос который объясняет почему именно нужно играть аллыны они макро и начинается этого это важно вот так что поехали три базы открытия в прошлом ролике мы рассматривали поэтому сильно на них заморачиваться не будем но естественно это тоже pvp шный будет и pvz pvt да то есть протос против террана и зерга вот эта версия 2 будет протос против протоса версия короче самое главное что самое главное что мой любимый юнит за протоса это колосс а какой ваш самый любимый юнит пишите в комменты вот а мы продолжаем здесь мы немножко сделаем другое открытие не такое как в прошлой то есть прошлое нас было пилон гейт газ кибернетка а здесь мы пилонный гейт газ nexus делаем да это более экономический билд против зерка конечно же стенку строим поставили nexus делаем кибернетка газ пилон вот в таком порядке второй пилон можно сайт снизу если получается против террана если не успеваете лучше поставьте сверху если заранее не спустили пробку логика остается та же начальная у нас идет stalker батарейка затем у нас идет сентрян для разведки stalker снизу защищается сверху батарейка помогает от рипера если что делаем робот 250 пока все вроде как и раньше да то есть так же как и в прошлой версии где вы учились где база выходить вы все делаете так же и в этом вся суть вот этих видео что вы чуть-чуть наращиваете вы добавляете новые уровни в свою игру учитесь делать новые вещи вот если в прошлый раз вы начинали уже ставить какие-то гейты там что-то газы технологии то в этот раз мы ставим также газы а мы начинаем делать об сервера чтобы следить за выходом соперника у нас 2 гейта да кто помнит уникальный билд мы с 2 гейтов и роба постоянно производили юнитов и так защищались как бы развивались вот здесь примерно та же история будет у нас будет с 2 гейтов до варпы чтобы быть в безопасности но на четвертой минуте мы бежим и ставим nexus 4 15 где-то в 4 20 мы должны поставить третий nexus это вроде бы супер рано но учитесь так делать это правильно роба бэй ставим параллельно с этим то есть для колоссов как я говорил мой любимый юнит затосов это колоссы вот и начинаем наполнять третью базу постоянно под до варповая начинаем уже делать колоссов здесь я поставил призму получается идти в слепое место это не обязательно ее можно просто построить как я говорил об сервер видит выход соперника и вот смотрите видите мы видим выход что нам это дает вот это все нам дает тут просто вот эту информацию что на нас выходит соперник и мы можем в этот момент начать строить батареечки варпать юнитов дополнительно если мы забыли но если мы все делали правильно до этого момента у вас принципе все будет окей да хоть соперника играет как бы там с одной базы только только вышел во вторую хоть он идет пушить в принципе у меня батарейки вот я выставил есть вот он пришел вот мы с ним подрались заметьте с 2 гейтов от всего мы отбились все соперник сдался здесь дальше я просто показываю как это должно выглядеть ваш трех базовый алын хоть соперник в этой игре конкретно и сдался то есть вы должны взять ну продолжить все производство вас 4 гита только раскачали третью базу гейтов добавляем либо роба добавляем я добавил роба и гейты и просто продолжаете строить 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 и выходите в пушек где-то на лимита 150 160 вот то есть вот у меня пять колоссов есть я этим бегу уже в пушек и здесь меня на призму подкрепление и в итоге к девятой минуте я прихожу с трех баз тем не менее продолжая продолжаю строить видите об серверы сейчас будут заказаны следующие не это самая главная основная суть что вы не должны останавливать производство девятая минута у нас 200 лимита кто внимательный мы с каждым билдом на минуту сокращаем этот наше производство армии то есть если с 2 баз мы приходили где-то к 10 с таким же лимитом то здесь мы пришли уже к девятой то есть качество скорость именно на постройке лимита повышается ну и он и качественнее на больше сталкеров меньше зилков бесполезно что-то типа такого вот поехали посмотрим пвпшную версию и так против протоса как мы действуем не смотрите что здесь теран у нас это неважно суть в том что ну билд против протоса против терана билд был прошлым какой у нас у нас все то же самое пилон гейт газ газ гейт все это вы уже должны знать проверили фотонки поставили гейты стоим спокойно ставим 2 пилон спускаемся вниз открываемся stalker sentry еще два юнита заказываем это два stalker а вот хотим немножко поднаглеть ставим nexus до батарейки хотим еще немножко поднаглеть вообще батарейку не ставим делаем роба таким образом чуть раньше здесь я занимаю зеленагу на этой карте и не забываем кинуть скаут да то есть мы смотрим будет ли нас протос с одной базы убивать или нет если протос убивает пытается нас убить с одной базы мы все стопорим и отсюда начинаем просто производить солдатиков но пока это не важно это будет в следующих сериях про разведку поэтому пока сосредотачиваемся строим пробок строим юнитов постоянно что-то производим варпаем чтобы была защита делаем twilight чуть-чуть раньше и templar архивы да то есть вот эта вещь которая нам супер важна в протос против протоса templar архивы пораньше потому что когда к вам приходит протос самое жесткое чем он вас может на самом деле наказывать это форсфилды юниты протосов достаточно большие филды их давят душат толкают поэтому если у вас есть впереди пара архонов ну вас не могут так вот взять и разрезать филдами вот поэтому мы сразу с 2 гейтов и роба выходим в templar архивы затем мы делаем немножечко гейтов на до 6 штук догоняем их вот 5 40 до 6 штук не забываем что в 5 40 у нас полная экономика на второй базе и вот в этот момент как раз таки мы выходим на 3 то есть если мы не сейчас не делаем малым мы сейчас ставим третью базу за протоса к 6 минуте мы смело туда с архонами выдвигаемся добавляем батареечки добавляем сразу же газы еще до того как база построилась и продолжаем производства имморталы архоны вот в пвп в основном решают архоны поэтому газы наполняю я сразу до того как минералка наполнилась и только потом начинаю добавлять уже гейты дополнительные насыщаем насыщаем таким образом в пвп у вас к 8 минуте лимита должно быть вот примерно 130 но при этом лимит должен быть хороший то есть это же там 5-6 имморталов 5-6 архонов гитовое мясо не обязательно вот и все здесь настроили в принципе так как это был террин и не забываем что это трех базовый алын то есть отсюда так как у нас нету апгрейдов да то есть если у вас нету фаржей вы не должны стоять защите стоять где-то позади вы должны идти атаковать и вот как как и обычно в трех базовых алынах приходим на девятой минуте и начинаем сражаться здесь я попался против меха собственно имморталы архоны идеальный состав против меха поэтому эту игру даже с билдом который предназначен против протаса мы смогли выиграть хотя террин и начал ставить вон базы повсюду да то есть него было раз два три четыре пять баз уже собирался ставить но у меня был билд просто против меха поэтому мы смогли втащить спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что это серия это часть обучающей программы из 10 шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был дед